Музыка За деревней, за Дубравой, с деревенским паренью Так, Владимир Александрович Татаров, последний из Магикан Постепенно переходит в разряд живой легенды Мы сейчас друзья, это мой репортаж Он стесняется, смотрите на его лицо Самый скромный из наших великих садоводов Почему я так говорю? Потому что количество у нас стало меньше, чем пальцев на ногах и на руках Вот, Александрович, Сергей Железов, кем работает сейчас? Сергей Железов? Да Сын ваш? Да Правильно, крановщиком Все, ты еще не собирайся никуда устраиваться? Нет, нет Я на 62 года 62, сад прокормит? Ну, кормит, да Я тебя вижу на рынке с роскошными сливами Так, значит, мое посещение связано с следующим Во-первых, познакомить уже не наше местное общественность Тут уже никому ничего не надо А российская общественность с одним из тех, кто создал феномен цианогорского садоводства Тотар Александрович Не так, Тотар Владимир Александрович Значит, мы пробегимся по саду Сам знаю, чем я болею Вот, но Получается так, что Или мы обеспечим уникальными сливами России Обеспечивать больше некому Я приехал, тема черенки Значит, будем ходить быстро, понятно Вот, учитывая мое состояние здоровья Что мы, кто-то может предложить Я про черенки Поехали Сейчас мы подошли к сливе домашней кабардинкой Или второе название, у меня еще кабардинка ранее Так, короче так, вес плодов Вес в районе 40 граммов Округлой формы, слегка вытянута, со шлом Округлая, слегка вытянутая Все, что больше 40 грамм, это феноменальная сорта Ну, это, пусть, все зависит еще от количества плодов на дереве Ну, понятно Так, что я вижу? Я вижу пару десятков веток полноценных Если больше, то лучше Обещаешь 20 черенков? Хотя бы Ну, вот, что вот тут получится У меня дерева нет Ну, на мой взгляд, два десятка это точно А может и больше Пойдем дальше Так, ну, вот это, если показать Тут это венгерка московская Венгерка московская, венгерка даже? Да, венгерка московская Классическая, твердая мякоть, хрустит на зубах Нет, это не классическая У нее такой вкусный Ну, нормальный, но есть гораздо у меня венгерки вкуснее Так Плюс она очень морозостой Ну, тут привиток, привит стенлей еще веточка нафиг Вес плодов? Стенлей 40-50 граммов Феномен, пойдем дальше Ну, там мы не берем Так, сейчас я еще раз гляну Ну, десяток-то уж точно хороший венгерка найдется Пойдем дальше Это черн весневый Кому-то, может, заинтересует Черн весневый? Информация про них есть Так, мы сегодня занимаемся только феноменальными вещами Черн пока в этот список не входит Я бы поспорил Да? Дело в том, что... Люди почему-то слышат только первое слово терн Правильно Сразу ассоциируется, что это маленькая кислая сливка Правильно А это гибриды Вот Ну, там сливы у меня Ну, там череночек, наверное, не будет Это Донецкая ранняя Вкус на 5 баллов у меня оценивается По 5 баллов Так, найдешь несколько черенков? Ну, я тут не знаю Когда люди будут смотреть фильм Так Когда будут смотреть фильм Кто-то будет уже записывать карандаш Хочу то, хочу то Ну, тут если есть, только коротеньки Так, давай так Если будет конкретный спрос, нарежем Пойдем дальше Вот это, кстати, друзья Феноменальный сад Владимира Александровича Вот Это лучший Если будем пока про сливы Это лучший сливовый сад в Сибири и его окрестностях Ничего близкого не найдете ни в одном научном саду Даже и не пытайтесь Ну, приглашай Пойдемте дальше Так, по сливе пойдем, да? Да, по сливе Так, ну, это терлесневый сад Это гибридная лыча комета поздняя Комета, сад знаменитый В наших условиях она зреет Вот лично у меня здесь она созревает, наверное Ну, комета общее название У тебя кубанская? Кубанская там ниже у меня А это? А это комета поздняя А, поздняя, все, годится Так, ну, я не вижу здесь особого большого количества саду А у нас там еще есть А, есть Ну, короче, два десятка черенков Хорошо, заказываю два десятка черенков Пойдем дальше Вот она, кстати, она же Можно... О, отличные черенки Все Пока заказываю два десятка Будет ли спрос, я еще сам не знаю Те, которые я сам лично раскрутил Вроде сувенира Востока Те с руками отрывают Так, ты можешь назвать, как я Сувенир Востока, королевы сада Ну, да Или ты так зажрался, что вы такие королевы? Ну, эффектная слива, ничего не скажу Крупная Ну, по вкусу у меня есть А, вот я и говорю Зажрался, Володя? Ну, если у меня сортов сливы Ну, вот с диплоидной сливой Плюс домашнюю сливу Ну, сортов 25-30 Если в кучу собрать У тебя 40 должно быть А можете больше, нафиг Ну, ладно По крайней мере Народная молва говорит Что у тебя 40 сортов Нет, ну, про 40 Вот эта молва Привирают, наверное Хотя, может быть Под нами обрыв И вот он, Енисей Давай покажем О, вот он Все равно Это моя любовь, главное Чижика, помнишь или нет? Да, сувенир Царство ему небесное Ты знаешь, я у него взвешивал Самое крупное Ты поверишь? 120 грамм Сувенир Востока Ну, это надо Чтобы их там 20 суток на дереве И все равно феномен И сувенир Так, значит Полсотни заказывают Черенков Даже не задумывайся У меня уже Желающих человек 30 На сувенир Востока При обильном урожае В среднем они 35-40 граммов Да, да, да Ну, это у меня этюд Домашняя слива За забором Так, этюд Штук 20 Режь Для начала Потом посмотрим Какой спрос будет Для нас Это возможность Заработать От другого Такого феноменального Сада Который В Сибири Просто не существует Терн-обрикосовый Вот, кстати Что вы пробовали Терн-десертный Расчет Я, знаешь, почему От тебя отстал По сливам В частности Вон он остров Пожар Вот Две тысячи деревьев Уничтожено И пока я возвращался На дачу Пока я восстанавливал Сорта Куда мне за тобой Угнаться-то Только Низко кланяться Говорит Володя Давай Режь Мне больше ничего Не остается Сувенир У меня здесь Алыча Что касается Так Сувенир Алыча Так Конкретно Давай Алыча Слово называю Людей Это слово Очень многих Пугает Меня нет У них ассоциируется Алыча Это вот Южная Сливка Нет Это с терном Ассоциируется Алыча А я имею в виду Алыча Это гибридная Алыча Или с 2003 Года Она классифицируется Как русская Слива Да Это Алыча Скрещенная С китайскими Сливами С крупноплодными Китайская Да Так Ну еще Водить Чем богат Кубанская комета Вне конкуренции Надо резать Там Банцы Есть Теренки Нажимать Ванетта Ванетта На дачу Надо смотреть Так Ванетта Она конечно На любителя О нет По вкусу Она очень Нет Я имею в виду Люди Все незнакомые Я говорю Кто-то скажет Хочу Ванетту А если не скажут Зря нарежем Как канадский сорт А если не скажут А если не скажут Зря нарежем И при хорошей И при хорошей Агротехнике Здесь у нас домашняя Белая Крупная Режь Тоже до 50 Тоже до 50 Граммов Вырастает Так Ну что Подводим Итог Или еще Будем Шатер Получается Шатер у меня Погиб Теперь ты Монополист По шатеру Я уже говорил Терн занеский Не пробовали Ну терн Мы не будем Предлагать Это красномясо Красномясо Будем Диплоидное Ну вот Череночка Больше нет У меня она одна Десяток есть И ладно Еще дай бог Это продать Так Здесь у меня Это Относится К венгеркам Черносливам Это Синяя птица Ну Венгерка Опять же Я смотрю По этим Вес у ней бывает Вот тут маленькая Осталась Обычно она крупнее Вот такая Ну Вот это уже классика Обычно она вот такая Была Это классика Я вижу по листьям Я вижу по почкам Это классика Берем Десяток есть Ммм Тоже До мороза До весело Вкусная Невероятно Ммм Голода Хотя вот же Это однолетний природ Я просто прищипнул Видите Это идет однолетний природ Я прищипнул И она разветвление дала А это однолетний природ Я знаю Мне это знакомо Просто тоже Это домат Ой Сделай Крюшно Тут привозка Нет Это сувенир Вот тут можно нарезать Видите Сколько Сувенир Сувениров Не полсотни Надо Тут уговаривать Никого не придется Это гидридного луча Арбуза А это что значит Вес до 35 граммов Ну может 40 Вот единственный Среди слив Домашних Гиплоидный Который Послевкусие Присутствует Съешь Сливу И долгое время Во рту Вкус Сливы Стоит Вот как присутствует Послевкусие У яблок У некоторых сардов Как вот у этой Присутствует Арбуза Но она не везде Будет расти Она капризна Даже у меня Здесь идет Но если где-то В европейской части Там она Будет чудесно А здесь Капризна Так Тут у меня В Макушке Вильдерка Воронежская Привита Что я-то Не знаю Что тут По портам Господи Есть Кинлей Привит Есть Награда Привита Я вижу Тут у меня Опытное дерево Синичка Есть Приростка Мало Тут был урожай Привита Мало Когда они тебе Кончатся Это Кубанская Вернее Комета Поздняя Тоже Видите Вот Приростка Много Вот Чернослив Козовского У вас Наверное Есть Ну Чернослив Козовского Пошел От Этого У меня Есть Он Пошел От Боднера Да Мы Все В него Паслись Так Ну Что У меня Я им Особо Не Занимался Как У меня Была Скелетная Прививка Так Сейчас Она Наверное Надо Резать Короче Так Чернослив Это Все Так Звучит Гордо 20 Черенков Для Начала Идет Отлично 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 Не Придираясь Тут Володя Вот Тут Такой Тонкий Момент Смотри Вот Ты Начнешь Резать Допустим Я Говорю 20 А Тут Допустим Их 30 Но Я Могу Допустим Мы Как бы В доле Получается Правильно Какое-то Количество Продам А Если Нет Я Как Договорят Чернобаев У него В основном Мои сорта А Я Говорю Как Ты Все Обрезку Делаешь Я Говорю Так Значит Я Беру Вот За Это Мы Сразу Заработаем Потому Что Есть Заказы А Будет И Кто Знает Это Я Знаю Что Это За чудо Да А Кто То Не Знает Не Купит То Есть Под Реализацию Если Что Выбросим Вот Я Выбрасываю Пучками Каждый Год Ну Вот И Я Так же Сколько Мы Выбросили Сергеем Вначале Хочу 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 Потом Раз Заказ Лежит Оплаты Нет Вот Тут Кстати У меня Тоже За Забором А Ведь Не Лень Было За Забором Посадить Все Кривое Косое Которое На рынке Особо Не хотят Покупать А О Как А Получили Шедевры Да Вот Урожай Снимал Два Года Отлично Синяя Отлично Вот Венгерка Вижу Вот Венгерка Кубанский Карлик Это Синяя Птица Господи Какое Богатство Вот Груша Растет Видите Даже Череночки Катюша Зимний Сорт В отдельные Года Может Храниться До Мая Месяца В отдельные А Вкусная Ну Там Вкусовое Качество Оценивается От 4 до 4-5 Вот У нее Так Это Здорово Она Без Кислоты Она Чисто Сладкая Но Мякоть Хрустящая Да Не в этом Дело Для Зимней Это Вообще Чудо Так Рядом Осенний Сорт Память Яковля Ты Там Шею Не Сломаешь Если Резать Е Да Ну Так Получается Мы Поневоле На Грушу Перешли Какая Одна Выброс Посадил Да Выброс Посадил Боже Какое У тебя Богатство Груша За забором Тихоновка Ну Вкус Такой Посредственный Не Тербкий Ну Посредственный Для меня Уже Посредственный Да Всяком Случай Вкуснее Сворога Вон Там Мой Сад Который Сожгли Корщи Жи Да Вот Гармония Знакомо Че-то Че-то Знакомое Название Какой вес У меня Главный вес Вес От 30 до 40 Граммов Ну Ладно Давай Будем Ориентироваться На 40 И больше Народ Заелся Они Знают Что Если Говорю Мало Будет Они И 40 И Больше Будет А Вот Как Понятно Так Друзья Те Кто Смотрит Эту Передачу Пожалуйста Ручка Записывайте Все Что Вы Слышали Здесь Череночков Мало Рын Плод Советский Рын Плод Советский Это Классика Это Классика Это Классика У вас Есть Стартовый Нынче Куча Черенков Ой Стартовый Давай Это Шедевр Слов Нет Я И так Своё дерево Изувечивал Так Что На него Смотреть Без слез Нельзя Красота Какая Давай Конечно Я бы Штук 50 Взял Но Не Купят Столько Будет Другое Дело Что Не Купят Столько А Ну Правильно Стартовый Это Вообще Великолепно Слушай У меня Стартовый Когда Был Маленький Урожай До 80 Грамм Получались У тебя Так Как Яблоки Это Вообще Даже В интернете Написано С Недостатком Относится Что Она Мало Завязывает Плодок Правильно А плоды Зато Какие Все равно Я на рынок Выношу Ну И что Но Мой торт Не каждый День Едим Правильно Вот И коньяк Не каждый День Пьем Так Вот Стартовый Это Торт И коньяк Вместе Взятый Это Деликатный У меня Домашний Сливый Ну Вот Ты Сказал И Проскочил Домашний Сливый Как Ты Назвал Деликатный Деликатный Говори Про нее Подробнее Ну Она Такая Желтая Сизым Налетом Такой Желто-синенькая Такой Ну Это Вес Тоже 40 Годится Десяток Ничего Сколько Есть Ну Тут У меня Тут Стартовый Тут Куча Привито Тут Это Ринклот Альтана Тут Мало Ринклот Ладно Тогда Пропускаем А то У меня Уже Голова Начинает Болеть От Обилия Очень вкусно Вот Я одно переживаю Нарезать Нарежем Удастся ли Продать Ну Пошли На все Ну Там У меня Еще Внутри Сада Есть Исполинская Исполинская Погоди Я знаю Есть Слива Гигант А Исполинская Ну Она У меня Тут Не на месте Растет А тут Что-то Стрелывать Неселось Такого Время Не походить Черенки Ну И Так Ну У меня Сразу Руки Зачесались А Исполинская Это Что значит Она Розового Цвета Форма Груши Классической Грушевидной Формы Ну Как в интернете Пишут До 80 Граммов Но У меня Такой Не было 50 Было Да И Грушевидной А я Рядом С тобой Десятки Лет И Ни хрена У меня Нету Почему У меня Нету Ее Она У меня Кстати Давно А Видишь Как Бывает Сапожник Давай про груши Так Смотри Я Начну С чего Есть ли У тебя Лесная Красавица Есть От кого Добывал Это Что-то Шло От меня Что-то От Филиппева Погоди-ка Тогда У него Получается Другая Лесная Красавица Что-ли Ну Она Такая Как У Чернобаева А Тогда Чернобаев Брал У меня Все Правильно Чернобаева У меня Брал Значит У тебя Получается Классическая Так А я Сейчас Посмотрю По почкам Вроде Она Нет Дело В том Что Существует Две Лесные Красавицы Одну Культивирует Жестовская Я у нее Был в гостях У Тани Она Мраморная Вас угощала Она Она-то Называла Лесной Красавицей Я Насколько Знаю Она Все Хвастается Мраморной Я Видел На Лесная Лесная Средняя Лесная Красавица Да У Чернобаева Она Это 350 Грамм Не Я Видел Когда У нее Ветки Гнулись Все Равно Крупнее Ладно Короче Лесная Красавица Есть Я Буду Иметь Ввиду Ладно Вот Потому Что У меня Это Я Уже Свои Деревья Так Искалечил Твоя Очередь Калечить А Вот Видите Калечил От Ненужного Сорта Избавляю А Вкусная Груша Очень вкусно Летний Сорт Но Каждый Год Лопается Как Граната Лимонка Становится Ты Слушай Ты Скажи Ты Сад Поливаешь Поливаю Ну Это Уже Поливать Нельзя Раз Лопается А Нынче Нынче Не Поливала Иногда Правильно Вот Один Из Сортов Так Сейчас У нас Скоро Кончится Запись Через Пять Минут Давай Можно Взять Черенки Шедевр Анны Шикарнейшая Груша Какая Шедевр Анны Вот Ветка Мне Привита Ну Тут Немножко Хочешь Меня До Инфаркта Довести Сколько Лет Я Прожил Лесная Красавица Мне Касса Даже Уступит По вкусовым Качек Елки Палки Много У тебя Черенков Нет Тут Видите Ветка Привита Вот Она И Все Ну Вот Еще Четыре Пять Шесть Люди Услышат Десяток Десяток Тут Уже Солидно Режем Понятно Понятно Так Давай Еще Гигант Подмосковья Ты Рожился Это Память Яковлев У меня Ох Это Тоже Для Меня Это Так Чудо Так Я Начинаю Вспоминать Где Мы Ее Раздобыли Ты У кого Добыл Это Старожил Это Я На Даче Добыл У Соседа Он С Воронежской Области Нет Оно Понятно У меня Она Пришла С Двух Мест Одна Была Написана Воронежская Деликатесная Смотрю Стопроцентная Память Яковлева Так Здесь У меня Внизу Привита Вот Ветка Давай Слушай Угощай Грушей Последие Че Это Такое Она Уже Невкусная Че Это Добрянка Но Она Маленькая Там Осталась Обычно Они Были У меня Вот Такие Вкус Какой Вкус Считается Отличным Вкусом Ну По Пятибалльно Ну Четыре Пять Как Минимум Ну Что Мне Делать Как Список Этот Расширять Уже Вот Тут Веточка Привита Карамельная Средненького Размера Все Не Надо Так Добрянка Ладно Дальше Ну Короче Вот Эту Грушу Можно Чтоб Люди Увидели Что Вот Она Так Выглядит Добрянка Она Там Мелкая Она Обычно Три Раза Хрустнее Вот Даже Как Да Тут Наука Должна Ночевать В очереди Стоять У твоего Подъезда Что Мне Нравится Вкусовые Качества Десерт На Рассашан А Это Да Яблоковидная Крупная Умеренном Урожай У меня На острове Кислота И тепкость Вообще Отсутствуют У меня И название Десертное Чисто Сладкое Мне Сразу Давление Подскакивает Я же На острове Сожгли Да Шикарная Груша Так что Надо Опять Не могу Я мне 71 год Сколько Уже Издеваться Над собой Опять Начинать Прививать Крупная Груша Летнее созревание Долго не хранятся Недели две От силы Но летние Сорта В принципе Они все Так Господи Хоть бы они у тебя Кончились А Шикарная Офиг Грутная Августинка Чтобы у тебя Список Кончился Когда он Кончится Августинка Так Дайте Меня Съемка Закончится Через Две Сполня Минуты Это Сорт Не знаю Оказался Зимний Выписывал Как летний Ну я ее Обозвал Новогодний Хранится До Нового Года Вкус Отличный Допустим Катюша Назовем Зимняя Тотарова Пойдет Чтобы не Позвать Мякоть Маслянистая Тем более Что Твои слова Это гарантия Качество Она из зимних Самое вкусное Но потом Здесь у меня Это Чизешка Лесний Сорт Это Чизешка Тоже Череночки Там Понарок Видит Ага Здесь Привито У меня Два Зимних Сорта Катюша И Февральский Сувенир Что мне делать Тоже Список Включать Ну Тут Да Вот Они Того Стоят Катюша Ну Хранится Лучше всех Катюша Ну Сразу Говорю Что Они Без Терпкости Без Кислоты Ну Естественно Сравнивать Допустим С конференцией С Южной Грушей Не будешь Конференция Сиранов У тебя Еще Конференция Есть Нет Нет Я Просто До сравнения А Понятно А то Мне конференции Тоже Сожгли Ну И конференция Северная Конференция Я имею ввиду Вот что В лотках На рынке Лежит Ясно Да я понял Так У нас Смотри Время заканчивается Давай Подведем Какой-то Итог Потому Что Ровно Через 2 минуты Открутиться К Этот Лесний Сор Распатанская Ранняя Груша С Красивой Формы С красным Бачком В общем Так Володя Для всех Вот я говорю Сейчас отключится Слушай внимательно Значит По сливам Мы уже В принципе Определились Так Просьба будет Сесть Ручку взять Общий список Составить Потом по телефону Что-то Добавлю Я скажу 50 Сувениров 20 Тех 10 Тех Все Которые Вот Редкие Допустим Которых Я Первый раз Слышу Люди Первый раз Слышат Просто режем По десятку Так Или Или Можно Больше Но Лишнее Пойдет Под реализацию Потом Этот Я Вот Это Вот Публикую Этот Фильм Потом Я буду Ждать Заказы Так И До конца Определяемся До морозов После Первых Морозов Начинаем Нарезку Вот Так Вот Пиши Пиши Значит Только Немного Пару Граф Буквально Вес Цвет Вес Цвет Сколько Лежат Черенков Видите Это Орловская Летняя Груша Еще Это Господи Орловские Груши Они Они Ценятся Ценятся Качеством Если Это Орловская Станция Научая Так Все Володя Закругляемся Закругляемся Все Есть Перун Не Не хочешь У меня Этфарт Был Закругляемся Перун Не надо Не надо Так Значит Помаши Рукой Скажи Что Ты Не Прощаешься Что Тебя Будут Вспоминать Добрым Словом И Через 100 Лет Вот Возвращаем На юг То Что Мы Добились Сейчас Существует А последнее Больше Нет Боднера Больше Нет Латинкова Остались Нас Трое С Половиной Уже Фамилию Называть Не буду Не сглазить А то Тоже Уйдем Все До Свидания Друзья Ждите Список От Железова И Делайте Заказы Потому что То что Растет Делайте Субтитры